А вот зачем, пока не ясно. Со стороны может показаться дорожная авария. На самом деле, начало спецопераций. Так бойцы ОМОНа блокировали вероятных преступников. Появление людей в черной амуниции стало неожиданностью и для других участников движения. Машины остановились на несколько секунд, но потом автовладельцы предпочли покинуть место задержания. Тем временем, без лишних церемоний, оперативники надели наручники на водителя и пассажира красной иномарки. Это вероятные участники перестрелки, которая произошла ночью в центре Петербурга. В результате 8 человек попали в больницу. Здесь, неподалеку одного из кафе, в силе лихих 90-х годов, выраженцы Дагестана назначили стрелку с представителями Ингушской диаспоры. Это происходило в ночной период времени. Стрелка происходила по всем правилам бандитского искусства. Со стрельбой из пистолетов ТТ и из других видов неустановленного оружия. Задержание этих людей имеет для следствия большое значение. Участникам ночного конфликта, кроме пострадавших, удалось скрыться. Всех, кто не смог уйти от полиции, доставили в камеру изолятора. Следователям предстоит установить причину перестрелки. Сейчас в квартирах задержанных идут обыски. Мария Славьева, Анатолий Штомпель и Иван Синецкий. Целекомпания НТВ, Санкт-Петербург. Подмосковные полицейские закрыли страну чудес. Сотрудников элитного учебного заведения с таким названием заподозрили в нетрадиционном подходе к образованию. По версии следователей, школьникам якобы преподавали саентологию, которая в России запрещена. Чем опасны такие уроки, знает Михаил Чабаненко. Учебный процесс пришлось прервать, когда в стране чудес появились полицейские. Детей педагоги вывели на улицу, а следователи проверили все кабинеты. В первую очередь их интересовали финансовые документы. Оперативники уверены, учреждение два года работало без лицензии, а руководители за обучение брали с родителей немалые деньги. Таким образом, ущерб составил 21 миллион рублей. После того, как школу посетили сотрудники УБЭПа, «Страной чудес» заинтересовался отдел по борьбе с экстремизмом. Педагогов подозревают в том, что детей они обучали нетрадиционным наукам. В кабинетах сыщики обнаружили саентологическую литературу. Около 50 книг автора Рона Хаббарда. В России саентология запрещена. Она считается сектой. Многие работы Хаббарда признаны экстремистскими. Психолингвисты подтвердили, его учение оправдывает насилие, а также призывает к религиозной розни и к преступлениям. Сейчас сыщики выясняют, входила ли саентология в обязательную программу школы. Найти частную школу «Страна чудес» не так просто. Со стороны вот этот двухэтажный коттедж ничем не отличается от остальных домов в деревне Бараново. Можно подумать, что это жилой участок. Со всех сторон здание окружено металлическим забором, а на воротах нет никакой информации, что здесь детское учреждение. Нет даже адреса. И вот, несмотря на то, что накануне здесь прошли обыски, учреждение, судя по всему, продолжает работать. По крайней мере, за забором слышны детские голоса. С тех пор, как школу посетили полицейские, здесь рады далеко не всем гостям. Ну хотя бы вы подтверждаете или опровергаете это все? Никак не буду комментировать вообще. Вам сейчас позволяют работать, получается? Я не буду ничего говорить. Впрочем, соседи утверждают, никаких подозрений частная школа у них не вызывала, как только учреждение появилось в деревне, педагоги сразу пошли на контакт с местными жителями и заявили, что эта школа особенная. Якобы отсюда можно легко перевестись в любое заграничное учебное учреждение. Дети в стране чудес. В основном из обеспеченных семей. Почти все – москвичи. Сюда их привозят на школьном автобусе. И пока никто из родителей не пожаловался на то, что детей учат специфическим наукам. Один раз я видел директора, он объяснял интересно. Ребятишки занимаются удовольствием здесь, вот как я смотрю, со стороны. Экстремизм как таковой не подтвердился в настоящее время. Выявлены книги, по которым проводилось обучение. Данные книги направлены на экспертизу. Там уже в ходе экспертизы будет установлено, имеют ли они экстремистскую направленность или нет. Пока сыщики возбудили уголовное дело за незаконное предпринимательство. В администрации Нарфаминского района тем временем заявили, что «Страна чудес» вообще не имеет статуса учебного заведения и на балансе местного управления науки не числится. Михаил Чабаненко, Константин Каргин, телекомпания НТВ, Московская область. Одним колесом в могиле оказался водитель этой десятки. Разбитый автомобиль обнаружили на Липецком кладбище. При этом за рулем никого не было. Очевидцы вызвали ГАИ. Инспекторы предположили, что вероятно, виновник аварий был пьян. Он не справился с управлением, протаранил несколько надгробий, но сам серьезно не пострадал и, судя по всему, сбежал. Сотрудники по ГОСТу сначала своими силами пытались убрать легковушку. В итоге на кладбище пришлось вызывать эвакуатора. Хозяина десятки уже нашли. Полицейским он признался. Накануне брат взял у него машину и поехал к могиле отца.